МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ряд других нарушений правил дорожного движения. А кроме того, с их помощью можно будет отследить все машины, проехавшие мимо. Один комплекс у нас уже установлен на Советской 106 в районе заправки «Навигатор». Второй комплекс, который уже установлен, это по улице Рженикидзе в районе дома 71, в районе «Команерго». И третий комплекс будет установлен в четвертом квартале, ориентировочно в октябре месяце. Это перед мостом на выезд на Лопальск, на Туринск. То есть адрес его будет Кирова 2. Отношение ирбичан к такому нововведению неоднозначное. Но сотрудники полиции точно знают, что камеры видеонаблюдения – важная часть системы безопасности. Водители, которые нарушают скоростной режим, и на сегодняшний день я считаю, что стационарная камера – это самый эффективный способ для того, чтобы этот режим был ими соблюден. Немаловажный плюс – это отслеживание всех 100% транспортных средств, которые заезжают, выезжают на территорию города Ирбита. И камеры будут находиться именно на выездах. Это нам поможет для раскрытия преступлений, административных правонарушений, которые были совершены на территории нашего города Ирбита. Отметим, что эти три комплекса – далеко не первые камеры, установленные в городе. В настоящее время 11 камер следят за правопорядком на Бульваре Победы, площади Ленина, Стадионе Юность и других общественных территориях Ирбита. И эта система продолжит свое развитие. Главой поставлена задача в 2024-2025 годах максимально центральные улицы оборудовать подобными комплексами фото-видеофиксации, как нарушений ПДД, так и нарушений общественного порядка.